Пожалуйста. Уважаемые председатели, уважаемые коллеги, я хочу сегодня поделиться с вами клинико-экономическим анализом применения одноразового и многоразового хирургического белья и покрытия. Сегодня уже очень много мы говорим о качестве жизни наших пациентов, о качестве медицинской помощи, и оно непосредственно ухудшается, конечно, если присоединяются какие-то инфекции. Так вот, практически статистика всех стран наглядно демонстрирует, что недостаточное внимание к проблеме инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, приводит к росту смертности, а также к многоопратному увеличению расходов на содержание больных. Если мы посмотрим на инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, которые обусловлены условно-патогенными микроорганизмами, то практически 80% из них занимает так называемая четверка, среди которых это и инфекции мочевыводящих путей, которые связаны с применением мочевых катетеров, это и инфекции нижних дыхательных путей, которые связаны и с искусственной вентиляцией легких, и инфекции кровотока, которые связаны в том числе и с венозным доступом, и, конечно же, инфекции в области хирургического вмешательства, и я сегодня хочу как раз акцент сделать на эту проблему. Это достаточно серьезное осложнение, которое в этой группе занимает третье место среди накаминальных инфекций и где-то вольверует от 14 до 16%. Если взять всех хирургических пациентов за 100, то 38 из них занимают как раз хирургические пациенты с такой инфекцией. 2 трети приходится на области разреза хирургической раны, где-то 1 треть в области оперированного органа. Это дает 7,3 дополнительных дня лечения в послеоперационном периоде. И, к сожалению, данные, такие хорошие достоверные данные о дополнительных днях и затратах на лечение в России мы практически нигде не найдем. Уже доказана значимость риска развития послеоперационных осложнений относительно типа хирургической раны. То есть, если мы говорим о чистых ранах, то это риск развития достигает от 1 до 5%. Если мы говорим об условно чистых, то здесь формируется от 3 до 11. Контаминированные или загрязненные раны от 10 до 17% и инфицированные или грязные более 27%. Более того, в нашем санпине точно описаны еще вид инфекций, которые отмечаются вследствие хирургического вмешательства. Это поверхностная инфекция разреза, это глубокая инфекция в области хирургического вмешательства и инфекция полости или органа. В Англии было проведено очень значимое исследование, которое проводилось в течение 4 лет. И эти данные в 2011 году появились на сайте Министерства второхранения Англии. Их можно найти, они в свободном доступе, чуть ниже я покажу сайт, где проанализировано огромное количество операций, среди которых выявлен процент осложнений. Вот одно из этих исследований мы положили в основу того исследования, которое проводили мы, которое было выполнено на кафедре фармакоэкономики Медицинской академии Сеченова. Более того, здесь же показано, что распределение осложнений зависит и от сложности операции. Такие осложнения могут быть как глубокие, так и поверхностные. Большинство глубоких осложнений приводит к недовольтворительному клиническому результату. Это и дополнительные финансовые затраты, возможность индивидуализации или повторные операции. И вот как раз эти консолидированные данные, которые вывешены внизу, вот есть сайт, на котором можно посмотреть, кто на сегодня, и, слава богу, все в свободном доступе. И даже если вы не владеете языком, найдете, можно в гугле все перевести и посмотреть, если это нужно для каких-то вам исследований. Вот эти исследования, которые сделаны за рубежом, легли в основу того анализа клиника экономического, который мы и проводили. Цель данного исследования, которое мы перед собой ставили, провести моделирующий клинико-экономический анализ применения одноразового и многоразового белья, дизайн исследования, ретроспективное моделирование. Что сравнивали? Сравнивали многоразовое хирургическое белье, которое, кстати, тоже должно соответствовать ГОСТу, то есть оно должно быть определенной плотности на один квадратный метр площади и определенного размера. И одноразовое хирургическое белье, которое в данном случае это хирургическое операционное покрытие компании Пауль Хардман. Источники данных это как раз те, о которых я вам чуть выше говорила, и в основу лечения осложнений, которые данные были, это наши стандарты, которые работают на территории Российской Федерации. Какая же методология? То есть это прямые затраты, затраты на лекарственные препараты, затраты на диагностические, лечебные, репутационные и медицинские услуги, манипуляции и процедуры, и затраты на содержание одного пациента в лечебном учреждении. Какая же стояла задача? Задача выяснить, как изменяются прямые затраты при изменении одного параметра в технологии лечения. На этом слайде показано, что на общую стоимость лечения одинаковые патологии влияет наличие или отсутствие послеоперационных осложнений. Лечение операционных осложнений определяется, как я уже сказала, стандартами, которые у нас на нашей территории и которыми руководствуются врачи при лечении данного вида осложнений. И в модели использованы следующие осложнения. Септис, перитонит, флегмон, абцесс, как примеры глубоких и поверхностных осложнений послеоперационного периода. Это еще одно исследование, которое было проведено в 1987 году, которое также мы использовали в этом исследовании, где практически анализировали 2181 операцию. Здесь участвовали только чистое и условно чистое оперативное вмешательство. И результат, который был получен, это тоже английское исследование, при проведении чистых операций количество инфекционных осложнений уменьшалось с 3,8 до 1,8 при переходе от многоразового к одноразовому белью, при проведении условных чистых эти цифры другие, с 11,4 до 4,8. В среднем количество инфекционных осложнений уменьшилось с 6,5 до 2,8 при переходе на одноразовое белье. И эти данные не зависели от остальных факторов. Что еще? Какие прямые затраты использовались? Если это в случае многоразового белья, то в данной ситуации использовалась, как считалась цена покупки и все, что связано со стерилизацией, стиркой и утилизацией. В случае одноразового белья только его стоимость и стоимость утилизации. Затраты, которые не зависят от типа операционного белья, и его влияние на лечение в модели не учитывались. Здесь как раз на этой таблице очень хорошо представлено, что только учитывались затраты на использование и покупку стерка, стерилизации, диагностика осложнений и лечение этих осложнений. Все остальные параметры в этом не считались. Итак, модели калькуляции затрат, стоимость хлопчатой бумажной простыни, электроэнергии и воды, утилизация взята как средняя по рынку. Модель учитывает все операции лечебного учреждения в течение одного года. Количество осложнений в зависимости от типа операции, которые я вам перед этим показывала на слайдах, то есть это то английское исследование. Распределение осложнений на глубокие и поверхностные одинаково мы взяли, разделили их по 50%, как при многоразовом белье, так и при одноразовом, с тем, чтобы, поскольку данных нет, не на что было сослаться. И стандарт лечения осложнений определен приказами. Стоимость диагностических и лекарственных препаратов, лечебных процедур, взятая как средняя по рынку, в этом случае уже когда мы лечим после операционной осложнения. Это вот как раз как распределились поверхностные и глубокие осложнения при многоразовом и одноразовом типе белья. Вот такой мы получили отчет, подписанный профессором Ягудиным. И если посмотреть в итоге таблицу, которая работает при подставлении тех или иных параметров, то увидим, что из тысячи операций, которые здесь взяты для примера, с учетом всех данных, о которых я говорила, и стоимости покрытой, и стоимость расхода на материал, очень хорошо видно, что в итоге больница, эта последняя строчка, выигрывает практически 2 миллиона средств, если использует одноразовое белье. Таким образом, конечно же, очень много проводится исследований, которые сравнивают покупку одноразово и многоразово. Но такие исследования, я считаю, не очень корректны, потому что в данном случае мы считаем уже по выличному пациенту, то есть то, что в итоге потратила полностью больница, то есть по оконченному случаю. Поэтому это исследование более четкое, и в итоге за год можно свободно посмотреть, сколько же вы бы сэкономили средств, если посчитать по прошлому году, сколько бы больница выиграла, если бы она на операциях, о которых вот сейчас так красноречиво рассказывал доктор Абалинский, показал, какие осложнения бывают постоперационные. Вот эта как раз модель, она учитывает все эти риски, которые возникают при разного типа операций. И я сделала несколько принт-скринов для того, чтобы... Ну, она интерактивная таблица, но здесь очень сложно это показывать, поэтому показала несколько принт-скринов, которые я делала расчет для частной клиники. И за основу взяли среднее количество проводимых операций в Господе, всего 162. Так вот, вот эти то, что красненькие циферки, это то, которые цифры переменные, вы их можете ставить в зависимости от того, сколько операций в вашем учреждении, какие операции, сколько видов используется в простыне и так далее. Здесь забивается масса белья, стоимость его, потому что в разных регионах она может быть различной, и по разной цене покупается операционное белье одноразовое. Сюда забивается стоимость утилизации, стоимость электроэнергии, стоимость воды. То есть в каждом случае, в каждых различных городах она может быть разной, поэтому это все переменные, которые можно поставлять. Здесь как раз вот то, о чем я говорила, это разделение всех осложнений по 50%, и сюда зашиты суммы, которые используются нашими стандартами для лечения вот тех самых осложнений, как поверхностных, так и глубоких, о которых я говорила выше. И как результат, в данном случае на вот эти 162 операции, которые проводились в этой клинике, выигрыш получился почти 1 млн 983 757 рублей. Спасибо за внимание. Кому интересно, у нас на сегодня уже есть претенденты, когда доктора в больницах посчитали по прошлому году и, конечно, сделали выбор, потому что профилактические все мероприятия, они, конечно, гораздо дешевле. Поэтому, зная риски, ими можно управлять. И качество не бывает случайным, об этом надо помнить. Спасибо большое.